У нас N-PILOT Association, ассоциация граждан, владельцев и филотов, подружных судов, то есть частных лиц. Эта организация практически во всем мире действует, начиналась в Америке давно, и действует в России уже там лет 10. В последние несколько лет достаточно активно взаимодействует с органами авиационной администрации нашей и с другими регулирующими и контролирующими органами, взаимодействует с пилотами на сегодняшний день более 500 членов активных по всей стране, которые не только платят взносы, но и активно участвуют в жизни организации, обеспечивая образование. И организация наша тоже пытается, с одной стороны, способствовать доведению порядка авиационного значения, с другой стороны, защите прав, законных прав, всех пилотов авиации общего назначения, всех субъектов авиации общего назначения. Сегодня мы много услышали, еще услышим о безопасности в авиации общего назначения нашей страны, много интересного, нового, думаю, много мы не услышим, потому что все это обсуждается постоянно, все это на слуху, обсуждается в интернете, обсуждается при личных встречах, обсуждается в наших официальных обращениях органов авиационной администрации. Первое, что я подчеркну, я сейчас озвучиваю позицию организации, а не свою личную, не только свою личную. Первое. Обязательность уведомлений о полетах, о чем мы говорили. Несмотря на решение арбитражного суда, Волгограда, насколько я понял, которого я, к сожалению, не видел. АОПа считает, что действующие нормативные армии не обязывают пилота при выполнении полета, не контролируя ЕМАН, подчеркиваю, не контролируя воздушное пространство, кого-то уведомлять. Если этот пилот не нуждается в полетно-информационном обслуживании или в аварийном обречении. В уведомлении я понимаю предварительную подачу плана полета с СТС-23. Эта позиция неоднократно подтверждалась во многих, в том числе в публичных выступлениях руководителей Минтранса, Росавиации, Ространснадзора и Госкорпорации ПОРВД. И также в соответствии с пунктом 126 федеральных правил, подача такого плана полета-уведомлений не является обязательной, если пилот взлетает в классе G и собирается в полете пересечь класс С, класс Чарли. В том числе господин Гераль, Александр Васильевич, ведерник господин Александр Григорьевич, Андрей Владимирович Борисов тоже это в своих выступлениях подтверждали. Однако мы видим, что в настоящее время начинает складываться какое-то еще одно мнение, что нужно обязательно продавать план полета. Возникает вопрос, зачем тогда вообще существует неконтролируемое воздушное пространство. У нас все здесь все равно неизвестные русские, мы понимаем, что значит слово неконтролируемость. Это пространство, в котором нет никакого контроля. И законодатель, принимая эти правила, исходил из общепринятой практики мировой и из того, что все пилоты прошли врачебную комиссию и являются здравыми, разумными людьми, способными самостоятельно обеспечить безопасность визуального полета. Еще раз, не визуально. Конечно, это ни в коем случае не исключает радиоосмотрительности, хотя полеты можно в классе G проводить даже по действующим правилам, даже при отсутствии радиопередающего устройства. Хотелось бы, чтобы, если уж правила какие-то существуют, чтобы все, кто их выполняет и все, кто осуществляет надзор и контроль за выполнением этих правил, делали это единообразно. И АОПа призывает должностных лиц, органов традиционного управления, надзора, единообразно трактовать, проходить контроль за выполнением правил. Пока позиция у нас такая. И мне лично неизвестно ни одного случая, когда воздушное судно, совершая полет в классе G, неконтролируя он. И это явилось причиной или авиапроисшествия, или даже предпосылки к авиапроисшествия. Понятно, сейчас я могу услышать там случаи, когда борт оказался на глиссаде, частный борт на глиссаде большого самолета, где-нибудь двамынкого, но это не про то. Это не про класс G, это про воздушное хулигарство, которое АОПа решительно осуждает и принимает в борьбе с такими проявлением. А второй вопрос, на котором тоже я хотел бы остановиться, и который сегодня здесь звучал, это возможность выполнения авиации общего назначения полетов за денежное вознаграждение, за плату. Эта тема вызывает много дискуссий, но я призываю всех участников этих дискуссий, не высказывать свое мнение и представление, как это должно быть, а в порядке отбираться на действующие нормативные акты. Обязательнее, как для нас, летчиков, так и для вас, господ, которые нас проверяют, осуществляют на нас. Что нравится это кому-то или нет, давайте, если не нравится, принимать меры изменения за данным, а не для трактовки в свою пользу, в пользу своего субъективного мнения. 21 статья Воздушного кодекса определяет, что авиация общего назначения – это гражданская авиация, неиспользуемая для коммерческих воздушных перевозок или выполнения авиационных работ. При этом есть исчерпывающий, подчеркиваю, перечень из шести видов авиационных работ. Это шестая глава, факт 120-80. Их выполнение не требует лицензирования, но требует получения свидетельства эксплуатантов по 249 факту. А что является коммерческой воздушной перевозкой? Ну, в статьях 113 Воздушного Кодекса и в главе 40-й Кодекса гражданства. При коммерческой воздушной перевозке перевозчик обязуется доставить пассажиров или груз в пункт назначения и обязательно заплату. Не выполнение любого из этих двух условий, они могут быть только вместе, делает полет не коммерческой воздушной перевозкой. И таким образом переводят этот полет в полет в полет АОН, авиации общего назначения. Это полет с пассажирами из пункта А в пункт Б, но бесплатно. Это АОН, это не коммерческая. Или за деньги, но из пункта А в пункт Б. Пункт А. Это так называемые всем известные поготочки. Значит, строго по букве закона, а так получилось, что в своей прошлой жизни я эти законы исполнял, и надзирал за их выполнением. Я был прокурором раньше, если кто не знает. Поэтому законы как-то вот читать, толковать, это получается не коммерческая перевозка, а полет по цели в пункте АОН. Если законодатель допустил пробел, неправильно сформулировал то, что он хотел сформулировать, это повод для возбуждения инициативы, обнесения изменений в воздушный кодекс и в наших действующих факторов. Но это не повод предъявлять необоснованные претензии в нарушениях там, где их нет. Вот такая позиция. Да, и соответственно, такие полеты не требуют получения лицензии с действием эксплуатанта в соответствии с свободностью. Эта позиция подтвердилась в разместении Минтранса и анализом действующего законодательства юристами Питерского университета Минтранской операции. Как и по предыдущему примеру, эту позицию наша организация будет защищать всеми доступными нам законодательствами. До тех пор, пока или судебный орган не даст разъяснения, или не будут внесены соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акции. Вот вкратце два вопроса, на которых я уполномочен председателем нашей организации здесь остановиться, я постараюсь ответить на вопросы, если таковы у вас возникли. Спасибо за внимание. Вопрос можно задать. Если бесплатно осуществляет так называемый в картуке, должен ли он вставить налоговый диспекционный учет и ввести отчетность соответствующего? Значит, я считаю, что этот вопрос не выходит за рамки авиации общего назначения, а в частности и авиации вообще. Этот вопрос регулируется совершенно другими разделами нашего законодательства, и я не думаю, что это является предметом будущего обслуживания. Ну, наверное, да, наверное, нет. Он должен декларировать. Вот если я завтра начну зарабатывать деньги, я потратил их на авиацию, вдруг завтра захочу зарабатывать, да, я в конце года буду указывать в налоговой декларации источник этого источника дохода. Как указывать остальные источники дохода? Кстати, в данный момент разбирающийся случай в Атулино, да, то есть прокуратура сейчас как раз рассматривается, там человек зарегистрировал ЧП, но он не покатушками занимался официально, а там лекции читал за эти деньги. Покатушки там бесплатные были, но он зарегистрировал ЧП. Да, и платил налогу, да. Это вот это вопрос. Простите, а отношение вашей организации до организации, как вы уже сами сказали, это то, что передачи функций управления воздушного судна и чтобы посадить неподготовленного человека на правое сидение, где есть туплирующее управление? Я могу только свое личное отношение высказать, я его скажу. Если ты не пилот-инструктор и если ты не курсант, я считаю это нежелательным. Хотя не буду кривить душой, в жизни я такой встречал.